Вот вы как старейшина группы, и старейшина вашего рода, так сказать, или старейшина того народа, который жил в Ливанадке. Что вы можете сказать по поводу освобождения сел нашими бойцами? Как вы расцеливаете? Как неправильный товарищ, как вы расцеливаете? Ну мы вообще-то ждали, ждали, чтобы нас освободили. Даже нам вот армяну сказали, что вы говорите, приходите, с нами идите, мы говорим нет. И куда вам предлагали идти? Ну, с ними идти, а куда, мы не знаем вообще-то, куда идти. Мы сказали, нет, мы никуда не пойдем, зачем мы пойдем, мы в своих домах, мы ничего против никому не делали. Зачем мы пойдем? Мы будем ждать. Придут нас освободят. А они нас, вот мы даже хотели уехать раньше, они нас не выпускали. Они не выпускали? Да, не выпускали, держали до тех пор, пока вот пришли со стороны Азербайджана. Так я не понимаю, они держали рассказы заложников или... Мы, говорит, не можем... Вы, говорит, шпионы. Вы, говорит, шпионы. Вы идете, якобы там сообщаете всякие вещи, а мы таким вещами не занимались, они напрасны. И вообще сюда не выпускали, говорит, вам там делать нечего. Вам никаких отношений с азербайджанцами не надо. Не пускали нас просто и все. Запретили вообще даже из деревни выходить. И вот мы ждали все-таки того дня, когда все-таки придут... Мы так всем, вот всей нашей деревне решили, ну, не убегать никуда. Ну, что самое... Пришли ворота стучать. Я, значит, встал, поднялся. Я, неудобно сказать, в трусиках вышел. Он, говорит, одевайся трусики, бери лопату, пойдем траншею копать. Ну, я что могу сказать? Ну, казать не мог, он с автоматом. Пошел, взял лопату, привели на место, показали вот это место копай. Это были местные армяне или были заезжие? Не знаю, заезжие какие-то. Да, приезжие. Дорогие, нам ни копейки, ни пенсии не давали, ни зарплата не давали. Работали наши мужчины, капешаки. Ни копейки, откуда ничего не получили. Мы вышли вот, маленькие дети, нужно молоко, нужно сахар, не начал купить. Вот в таком положении нас вывели, эти армяны. Не пускали. Если пойдете, убьем. И стреляли, и женщина одна приехала с Москвы забрать, чтобы родители ее так ранили, что она здесь, в Мирбаширской больнице была, ей оказали помощь, операцию ей сделали. Потом отправили ее в Баку. Все было, каждый человек боится смерти. Не пускали, не выпускали ниоткуда. Скажите, пожалуйста, они где-то сами себя как-то обеспечивали и не обеспечили вас? Я не обеспечивала. Я в армии не обеспечивала. И их, наш труд их обеспечивал. Молоко доили, они брали. Нашим никому ничего не давали. Пойдем, они говорят, мы беженцы, мы это все для нас. Вот. И поставили своих. Своих и свои работы. Вот он бригадир, верно, он все это знает. А нам ни граммы, ничего, ни откуда. Под угрозом. Под угрозом. У нас сосед. Они поменялись дома с Белым-Саровским. Оттуда приехали. А тут дом был азербайджанский. А нам давали 10 детей. Взяли. И мы соседи. Нам только грозили. Подождите, мы будем отступать в первую очередь. Вас убиваем, а потом мы отступим. И вот под таким страхом. 66 лет меня вот жить. Под таким страхом. Я боялась, боялась. Чуть ворота тукнуть, и я уже все, иду на сарган убивать. Смотри, там сейчас воробейчик. А-а-а, вот такой. Смотри на него. Да, он выглядит. Смотри. А ты его поймаешь, да? Да, вот так. Смотри, смотри, смотри. Он, я не ужасаю. Уже, уже плюс 2 его воробейчик. Вон воробейчик. Да, вон он воробейчик. Куда вылетел? Да, не к тебе.